На селекторном заседании Межведовственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Краснодарского края рассмотрели семь существенных вопросов. Обсудили методы предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе еще раз сделали акцент на организации детских перевозок в период летнего отдыха. Показатели детского травматизма растут необходимы кардинальные меры. Заместитель министра строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края Геннадий Держков рассказал о нарушениях законодательства перевозчиками тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Автомобильные дороги регионального значения межмуниципального не охвачены весовым контролем. И это дает возможность недобросовестным перевозчикам безнаказанно осуществлять перевозки с нарушением законодательства, то есть превышением предельной массы весовых нагрузок. Решить проблему поможет установка систем автоматической видеофиксации веса габаритных параметров. Во-первых, это тотальный контроль транспортных средств без снижения скорости движения. Возможность организации неотвратимого наказания. Возможность решения сопутствующих задач, это мониторинг, угон, разысленные мероприятия, статистика. Затраты на строительство и эксплуатацию этих систем ниже, чем строительство стационарных пунктов. Установка камер актуальна и для железнодорожных переездов Краснодарского края. Еще один важный вопрос – строительство платных автомобильных путепроводов для разгрузки транспортного потока по ЖД-переездам. Участники совещания затронули тему проведения технического осмотра транспортных средств. Процедура ухудшилась. Орудуют торговцы диагностическими картами, зарегистрированными в других регионах. Агредитованные пункты не имеют специального оборудования. Подвели итоги профилактических мероприятий «Автобус» и «Внимание, дети». Алексей Говоров, заместитель начальника отдела ГИБДД, отдела МВД России по городу Анапа, рассказал о мероприятиях в Анапском районе. Один из основных вопросов – это вопрос предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в результате которых влекут последствия детского травматизма. Эта работа на территории города, курорта ведется постоянно. Мы не прекращаем работу ни на минуту, независимо от того, что курортный сезон закончился. Эта работа будет вестись ежедневно, то есть проведением бесед, лекций в дошкольных, школьных образовательных учреждениях. И работа будет направлена также в санаториях и здравницах, которые работают круглогодично. Мы уже начинаем работу по подготовке к курортному сезону 2015 года. Будут проводиться совещания с руководителями здравоохранения, с руководителями детских, дошкольных, школьных образовательных учреждений. Мы еще раз будем напоминать правила организации перевозки детей и требования, которые будут предъявляться с нашей стороны. По результатам совещания главы муниципальных образований получили ряд рекомендаций к дальнейшей работе. Также проводился один из этапов операции «Автобус», в ходе которого были привлечены к ответственности 106 водителей автобусов. Основные нарушения – это техническое состояние, это нарушение режима труда и отдыха, это внесение изменений в конструкцию транспортного средства без согласования с государственной инспекцией безопасности дорожного движения. Операция «Автобус» в Анапе также стала результативной.